Сегодня в Чебоксарах состоялось первое заседание попечительского совета Чувашского кадетского корпуса ПФО. Совет, сопредседателями которого являются заместитель полпреда президента России в ПФО Герпанчин и глава Чувашии Михаил Игнатьев, вошли 19 человек. Они обозначили цели и задачи, обсудили, как идет строительство инфраструктурных объектов корпуса. Патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений государственной политики Чувашии. Комплексный подход, поиск новых вариантов решений позволяет нам вовлекать все больше молодых людей в мероприятия военно-батриотической направленности. Повышение эффективности этой работы способствует налаженное взаимодействие органов власти, общественных ветеранских организаций, бизнеса и просто неравнодушных граждан. Мы сохранили традиции проведения финальных республиканских игр юно-армейского движения «Зарницы» и «Орлеона». Более 10 лет Чувашии действует в уникальной первой в России детской полицейской академии. В 2016 году Чувашия вошла в число регионов, где было создано региональное отделение юно-армии. Республиканский кадетский корпус Приволжского федерального округа, строительство которого началось в Чуваксарах, должен стать настоящим многофункциональным комплексом. В конце июня было подписано четырехстороннее соглашение о строительстве корпуса. Подписи поставили министр обороны Сергей Шойгу, полпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич, глава Чувашии Михаил Игнатьев и руководитель группы компании «Ренова». Виктор Виксельберг намерен вложить в строительство спального корпуса частные инвестиции. Чтобы 1 сентября 2018 года новое учебное заведение смогло принять воспитанников, необходимо четко скоординировать работу всех заинтересованных лиц, отметили члены совета. Строительство будет проходить в три этапа. В августе 2018 года должно быть завершено строительство основного здания кадетского корпуса. Вторым этапом станет строительство дополнительного спального корпуса на 250 мест. Работа начнется осенью текущего года и завершаться к сентябрю 2018 года. А в 2018-2019 годах предусмотрено строительство ледового катка. Корпус рассчитан на 16 классов комплектов и состоит из четырех блоков. В блоке А, как вы видите на слайде, будет размещаться спальный комплекс, общежитие на 150 мест. Подобные учебные заведения уже работают в Оренбурге, Удмуртии, Башкирии, Татарстане, Перми. Игорь Панчин рассказал, что эта система до вузовского образования уже себя зарекомендовала. Мы берем в этот кадетский корпус тех пацанов, мальчишек из социально неадаптированных семей, детей-сирот. Мы им даем возможность стрельнуть в большую жизнь с хорошей образовательной базой. Мы составляем в хорошем смысле этого слова достойную конкуренцию суворовским и нахимовским училищем. Мы у них учимся, берем пример. Они у нас обучаются. Мы постоянно в такой здоровой конкуренции находимся. Это дает нам возможность еще лучше, еще более качественно выполнять наши поставленные задачи. В Чувашском корпусе будут готовить специалистов для Воздушно-космических сил России. На обучение будут принимать пятиклассников со всей страны. Воспитанники будут находиться на полном государственном обеспечении. От Минобороны за Чувашским корпусом закреплены Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина. И военные части в Нижегородской области и Мордовии. Не можем не радоваться этому, потому что это тот потенциал, который придет на смену нынешнему поколению воинов-авиаторов. Наш опыт мы передадим тем преподавателям, которые будут заниматься подготовкой кадетов. Ну и дальше какая-то практическая составляющая будет. Но это, в общем-то, будет решаться, наверное, на уровне командования Воздушно-космических сил. Экскурсионные поездки, ознакомление с нашей учебной базой. Тренажная подготовка на определенном уровне. И, может быть, какие-то там программы стажировок в плане освоения будущей профессии. Надо стремиться, стремиться, чтобы наши дети именно выросли патриотами своей Родины. Мы должны воспитать и сделать все условия для них создать. Для России в целом правильно место выбора кадетского корпуса. В Привозском федеральном округе, в Чувашской республике, в нашей столице выбрано это место. Я думаю, что это правильное решение. Члены попечительского совета планируют собираться раз в квартал для решения текущих вопросов. Главная задача – это работать согласованно, при взаимной поддержке и понимании интересов каждой стороны. Властей, кадетского корпуса, детей и родителей. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.